всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас алекс из испании а точнее александро перес я смотрю вам понравилась его первая реакция поэтому я продолжаю его переводить также не забывайте подписываться на наш телеграм там я публикую запрещенные реакции и заставки также у нас там есть чат где вы можете присоединиться и пообщаться с дьерсами и со мной всем приятного просмотра привет и мальчики и девочки и сегодня у нас великий и могучий димаш кутенбергер с каждым разом это получается у меня все лучше и лучше и сегодня у нас песня которую прям просили требовали в комментариях а дать я хочу сказать что лично я обожаю эту музыкальную композицию есть артисты которые сделали из нее одну из самых лучших песен в мире по крайней мере для меня она была написана в 1945 году и по всей видимости автором этой песни был итальянец и для меня самое лучшее исполнение этой песни прозвучало в амфитеатре в хорватии пусть земля ему будет пухом карлосом марином это великий испанский баритон которого уже нет с нами ну что ж давайте начнем музыку маэстро все смотрим какой красивый синий цвет он придает нотку романса и создает эту идеальную атмосферу меланхолии и грусти да он конечно же играет на пианино восхитительная мелодия какой же приятный смачный шепот что ж мы начали я не знаю кто это но они там все в коме волшебно хорошо пауза он начал песню с этим сказочным и тихим пианино и скрипкой я наслышан что он играет на многих инструментах так что я не удивлен что он играет на пианино да даже если бы он вышел с аккордеоном в одной руке и с губной гармошкой в другой для меня бы это не было сюрпризом я к тому что от него все можно ожидать он начал таким шепчущим баритоном и потом он вдруг стал контральтом я даже глаза моргнуть не успел это был первый переход его голоса который сразу же цепляет тебя хотя этот переход очень сложно заметить он сделал его со всей нежностью этого мира эта песня похоже будет особенной давай порви эту музыку он отходит от пианино красота красотень красотища вы видели эту девушку эта девушка точная копия меня я тоже ставлю руки вот так когда вижу что-то невообразимое невероятное удивительное юбипа остановимся и так что же сейчас происходит самой песней музыка немного прервалась скрипка отошла в сторону и сейчас там звучит электро гитара начало было прекрасным и его голос выделялся на фоне нисходящего звучания пианино и димаш здесь поддерживал такой прямолинейный вокал в этом куплете не было каких-то голосовых завитушек я думаю что это была такая стратегия все самое вкусненькое ждет нас впереди что и следовало доказать оперный теноровый регистр рихнуться можно цвет освещения сменился синего на красный в соответствии с музыкальным и вокальным рядом как же красиво боже это было очень высоко мать моя синьора эти его вокальные навороты эти его вокальные навороты а здесь хор здесь было жуть сколько всего вокальные модуляции высокочастотные голосовые расстановки вибрато и так далее как по мне здесь он начинает включать режим бога я вижу что здесь творится и чувствую что для меня это плохо кончится это что-то такое что по-настоящему невероятно и слова здесь излишне ну куда еще куда выше еще выше а дудеть просто что я только что услышал он пел очень высоко и казалось что это потолок но он улетел в космос боже мой сколько же длилась эта нота я сейчас вернусь назад и мы все это опять посмотрим это сказка какая-то это 16 секунд господа 16 секунд идеального шторма что за дурдом он перешел с грудного голоса в головной голос 16 секунд на такой вышине это тот самый неловкий момент когда я не знаю как выразить то что я слышу и вижу я не могу я не знаю как вы но мне нечего добавить он стоит на коленях дурдом нет 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 ради всего святого это я если был бы там И он заканчивает в таком оперном стиле. Да, я бы тоже так сказал. Дыши, дыши. Ты заслужил это. Я не знаю. Это кажется какой-то конкурс. Я не знаю, что это за конкурс, но если это конкурс, я соболезную всем участникам. Потому что им же здесь нечего ловить. Это чистое безумие. Это какое-то музыкальное отклонение от нормы. Итак, вот что я скажу. Эта музыкальная композиция, конечно, великая. Но вот эта версия Димаша, лично для меня, это одна из лучших интерпретаций этой песни, которую я когда-либо слышал. И я не преувеличиваю. У каждого из нас есть свои критерии. Но для меня кульминация самая здесь максимум музыкального и вокального из того, на что способен человек. В жизни не видел ничего подобного. Никогда. И я говорю это искренне. От всей души. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете каналу. Не забываем про наш телеграм. Всех люблю. Всех обнял. Пока.